Старладдер ТВ В Киев-Киберспорт-арене за финальный приз и титул чемпиона Глобальной Лиги сразятся 4 представителя дивизиона Европа-СНГ, 2 команды из Китая и по одной из Южной Кореи и Америки. Абсолютно все матчи Лиги в Дота 2 ТВ для вас будут освещать комментаторы самых популярных студий SLTV и Beyond the Summit. Как и прежде, призовой фонд финала определят зрители Лиги и фанаты команд. Стартовая сумма призового фонда — 80 тысяч долларов. Каждый купленный билет добавит в копилку призеров — 2,5 доллара. Смотри матчи в Дота 2 ТВ на пяти языках. Поддержи любимый турнир и команды. Они продолжают поддерживать нас. Мы делаем здоровье купить тикеты. Мы хотим следовать нашему команду на Старладдер. Вы можете следовать и поддерживать моему команду через Старладдер, покупая Старладдер-тикеты в Дота 2. Если вы купите тикеты, то цена будет увеличена, так что деньги будет в моем доме. Впервые в подарок к билету ты получишь оригинальный сет налича и лоудинг-скрин с пиктограммой Старладдер ТВ. Напишем новую историю Дота 2 сцены вместе. А ты купил билеты на Старладдер? Покупай билет черепахи. Испортбецком. Уникальное место для настоящего геймера. Только здесь возможны ставки на киберспортивные события. Ты знаешь толк в самых популярных играх и готов рисковать? Смотри регулярные трансляции и зарабатывай реальные деньги. Испортбецком. Живой азарт и холодный расчет. Доброго времени суток, дорогие друзья. Я приветствую вас всех еще раз. Это Alliance против Relax. Are you doing fine? Команда Дредда против команды Лоды, грубо говоря. Alliance. Первая строчка турнирной сетки Старладдера. 10 игр, 8 побед, 2 поражения и 24 очка. Ну а Relax расположились на шестой строчке. 7 игр, 4 победы, 3 поражения и 12 очков. Между ними целых 5 пропастных мест. Команда Relax. Тим Ви, Виндекс, Дредд, Йоку, Шачло. Команда Alliance. Аки, Адмирал Бульдог, ЕГМ, Лода, С4. Ну эти имена мы сегодня уже видели, они вот прям вот-вот недавно играли у нас. Ну и смотрим по статистике. Среднее количество киллов за карту. Alliance 23, Relax 24. Среднее количество смертей за карту. Alliance 18,1. Relax 24. Убивают ровно типа один в один. Среднее количество ассистов. 46,9 Alliance. 49,5 Relax. По астхитам Relax даже обходят на 39 единиц. Alliance. Правда по ГПМу проигрывают на целых 67. XPM на 80 больше у Alliance. Ну а по винрейту. Relax сыграли 42 матча своей командой. 24 из которых выиграли, 18 проиграли. И винрейт составляет 57,1%. А Alliance же сыграли 514 матчей. 367 побед, 147 поражений, 71,4% побед. Ну и что, можно непосредственно перейти... А вот, нам решили дать сравнение. ЕГМ и Дредд. Среднее количество убийц за игру. 3,3% у ЕГМа, 3,6% у Дредда. Смертей. 4,4% у ЕГМа. Дредд умирает гораздо больше. 4,9%. Ассистов. 9,9% у ЕГМа. Дредд же ассистирует 8,8%. Ласт хитов у Дредда почти в 2 раза больше. 57 ЕГМа против 110,9 Дредда. 288 гпм перминут, точнее гол перминут у ЕГМа. Дредд же фармит 330 золотишки в минуту. Ну и экспм 366 вывозит Дредд, 327 вывозит ЕГМ. Любимые герои, или да, любимые герои Рубик у ЕГМа в среднее количество киллов 2,5. Винрейт 79%. Висп 3 килла в среднем. Смертей 4,2. 76% винрейт. У Дредда Дарксир и Медвед, но это отголоски прошлого, грубо говоря, сейчас он на них не играет. 60% у Дарксира, 40% у Медведа. Можно, наверное, нырнуть уже в пике, если Саша попадет по этой волшебной кнопке. Красава, я даже думал не напоминать тебе, поймешь ли ты сам. Well done, Саш. Сам поменял команду местами. Что ж, Даззл, Бэйн, Лайфстиллер. Для Alliance. Релаксы забирают Эмберспирита и аппарата. В бане находятся Инвокер, Никс, Дум и Лекантроп от Релаксов. Странно, что не появляется ни Мишка, ни Фурион, ничего подобного. От Alliance решили играть через что-то непонятное. Ну, хотя как непонятные Лайфстиллеры, это тоже их дефолтный пик достаточно. Ну и бонус тайм. Релаксов на третий пик. Говорят, в школе нет курсачей. В школе есть домашнее задание, это хуже любых курсачей. Ну что, минуту бонус тайма. Релаксы, третий пик. Непонятно пока куда пойдет Эмберспирит. Мит или фрифарм. Ну, скоро мы все это узнаем. Виномансер с третьим пиком. Ну и чем ответят Alliance? Есть два саппорта, есть Лайфстиллер, нужен мидер и оффлейнер. Может быть, пак? Отличный бомб инфест получится. Может быть, Шторм Спирит. А может быть, нет. Это пак. Что-то понимаю, в доте на уровне днища. Ну там, под Лайфстиллера отличный герой. Имеется Сайленс. Может доставить Найкса в любую точку. А с Дайгером-то и Иллюзори Орбом это вообще красота. Ну и что, четвертый пик. Релаксы. Еще 50 секунд целых бонус тайм есть. Можно не торопиться, подумать, порелаксировать. Какое классное... Ладно. Драгон Найт. Отличный выбор. Только не знаю зачем. Потому что Найкс-то все равно будет отгрызать от максимального количества хп. И Драгон Найт не будет особой проблемой. Плюс есть Бэйн, который неплохо контролит. А вот чем сбивать Финс Грипп пока не особо есть. Да, есть привязка Эмбер Спирита и стан Драгон Найта. Но он же будет хавать одного из этих героев. То есть один отваливается, а второй его с пылом в этот момент может банально не быть. Так что не знаю пока, что тут задумали ребята из Релакс. Но будем надеяться, что их задумка реализуется и все будет хорошо. Ну что, по последнему бану остается у команд. А Лайнс должны избавиться от какого-то оффлейнера. Кто же это будет? Ну что это Баунти Хантер? Или Баунти Хантер оставит себе? ВР. Нет, это минус Сларк. Вот так. Не хотят А Лайнс увидеть Сларка. Ну а кого не хотят увидеть Релакса? Может быть это Фурион? А может быть это Медведь? А может быть это Баунти Хантер? Вообще тут выбора тьма. На самом деле думаю, А Лайнс не особо будут думать над последним пиком. И там уже что-то... Что-то выдумано. Минус Тимбер Соу. От Релаксов. Не уверен я, что А Лайнс на него рассчитывали вообще. Ну сейчас посмотрим. Ну же, Лода. Покажи нам истинное лицо пятого пика. Пикачу, я выбираю тебя. Ну, 40 секунд, по-нустаям, остается у А Лайнс. Не пора ли нам пора? Не пора. Все-таки А Лайнс задумались над последним пиком. Несмотря на то, что они находятся на первой строчке Стар Лазера, они имеют два поражения в багажнике. Имперцы не имеют поражения. Это Фурион. Как неожиданно. Это такой повар... Вот, я уверен, что этого никто не ждал. Фурион от Бульдога на оффлейне. А Лайнс никогда еще так безрассудно не поступали. Может максимум раз 500. Не больше. Ну и последний пик от Релакс. Ну и 40 секунд. Пошли. Релакс. You're doing fine. Узбогойся. Ну, последний пик. Кто-то ноуфлейн. Против Фуриона. Или же, наоборот, на изи-лайн в соло. И агрессивные трипла будут стоять. Нужно, нужно брать что-то. Что, например? Я не знаю, на чем может быть. Может быть, Баунти Хантер действительно неплохо бы заехал. Нага с Сайрон. Ну, судя по всему, она пойдет на изи. Потому что я сомневаюсь, что это Нагафанник или Фанинага, который пойдет на оуфлейн стоять в соло. Это будет опять провал, я думаю, если это будет так. Ну что ж, Ачло, Дредд, МВ, РХХ. Ну и распрыгались, ребята, по героям. Смотрим, кто на ком и кто куда. Лода, Лайфстиллер, Айки, Дазл, СФО, ПАК, ЕГМ на Бене, Адмирал Бульдог на Фурионе, Команда Релакс, Торуру, Драгон Найт, Дредд, Нага Сирена, Шачло, Эмбер Спирит, РХХ, Виномансер и 285, это Эншент Аппарэйшн. Стычки у нас вначале не предвидятся. Ребята как-то расползаются просто по лайнам. Никто агрессивный так в него и стоять не будет. Вон там написано, у меня друг с девушкой расстался из-за того, что спорили, кто первый будет в доту играть. Нормально? Это норма? Так мужик должен первый в доту играть. Дал леща, пока ревет, пап скатал. Все равно начала акклиматься еще леча. Уникальный лещ для девушки в подарок. Худ синяка. Грэйдящийся. Ладно, смотрим. Попытались тут ребята из Делакс кого-то найти, но ЕГЭ замансил. Замансил за Тауэрщиты. Пишет ГЛХФ. Удачки, все, братюни. Ой, красава, Саша! Ой, красава! Ребят, у меня здесь на самом деле в следующей игру, мне кажется, начнется уже истерик. Отвечаю. Просто ни одной сегодняшней игры за четыре не прошло без косяка. Чтобы вы понимали, там шесть последовательных кнопок. Шесть кнопок последовательных, подписанных кнопок. И на них выделен отдельный человек с десятью пальцами. Паралимпийская режиссура Старладера продолжается. С вами Глудхант и Саша в эфире. Слип. Попытка спонуть Амберспирита. Шачло. Сейчас будет подхил. Подхил. Шачло нормально отлетело. Пытается привязать. Ну и что, будут допинывать? Нет, не будут допинывать. Слишком далеко был Лода. Лода бил в это время крипов. Ну, саппорты заставили, наверное, проюзать фласку. Да, Шачло фласку проюзал. Вот он спрашивает, Саша, баннер убрать, нет? Зайди и объясни зрителям, почему ты… Нет, не зареган. Почему у тебя сегодня синдром ДЦП активировался на шесть кнопок, и ты не можешь его контролировать? Он смеется над вами, дорогие друзья. Я смеюсь вам в лицо, говорит Саша. Ладно, он так не говорит. Но думает он по-любому так. Ладно, фарм. В медле пак против Драгон Найта. Тут ничего удивительного ждать не стоит. СФО уже выиграет мидл в два раза. Десять крипов, два дна. Против пять на ноль. На ботами Фурион должен играть через Физы. Да, появляется уже один Блэйцов Атак и Сапог. Ну и будет тут фармить. Фармить, будет стоять спокойненько против Виномансера. Я хочу почитать чат просто. Вот я отвернусь на секундочку. Классная рамка. А рамка я так же сделал. Рамка, сетка. Закрываю клиент, тут гораздо интереснее смотреть. Десять минут стремился с рамкой. А в ТТВ нет такой рамки. С рамкой круче. Я вот считаю, что рамку надо оставить, Саша. Типа народ нравится. Немного интрижки появляется. Типа не видно какие-то кадры. То есть где-то может быть килл прямо из инвиза, из-за черного квадрата. Хрязь там какую-нибудь Рикки Мару подрезал, и ты даже этого не увидишь. Потом начинаешь гадать. Александр. Это, знаешь, такой смех уже панический, на самом деле. Ладно, смотрим дальше. Фурион уже четвертого уровня. У нее есть физы. Эмбер Спирит прилетает на ботом-лайн. А кто смещается? А никто не смещается. Эмбер просто уходит с топа и будет фармить ботом. Хочет стоять против Фуриона. Ну хочет, пусть стоит. Фурион с физами сейчас будет уже достаточно больно натыкивать. Лоду оставляют на фрифарме. У него 17 крипов. 19. О, Пака в медле. Пиномансер, кстати, себя неплохо чувствует. У него целых 14, по-моему, да. Ну и Фурион 13. Саша, хватит. Я выгнал режиссера. Я не могу мне истерик. Я не могу на меня смотреть. Просто он мне сегодня весь день взорвал. Даже когда я один работаю в 4 утра, у меня меньше косяков в 14 раз, чем у живого человека с 10 пальцами, двумя ногами. и двумя глазами, который смотрит на отдельный монитор, просто на котором он видит, как идет стрим. И он напрягла рамка только через 3 минуты. До этого все устраивало. Типа, ну нормально, симпатично смотрится. У меня слезы текут, дорогие друзья. Слезы счастья, что я могу работать с таким человеком, как Александр, который послала мне судьба сегодня. Когда я узнал, что я кассирую 1-5 матчей, я понял, что мне не справиться без божьей помощи. И вот она пришла. У нее есть имя. И имя его Пиночет. Ладно, извините, пожалуйста, что отвлекаюсь от доты. ФБ, надеюсь, не пропущу. Ну и пак в медле 28 на 5 против Драгонайт, у которого уже 23. По крипам начинает догонять, отстает всего на 5 крипиков. Равняется, равняется дружане. Ну а здесь лода. Лода 22 на 10. Виномансер, кстати, не хуже стоит. Что здесь у Фуриона? У Фуриона 23 на 6 против Эмбер Спирит 11 на 2. Эмбер Спирит сливает лайн в мясо. Это ужасно, дорогие друзья. Я только поднимаю голову и его вижу, у меня сразу хочется ржать. Как он с серьезным видом все это делает. Типа, если я собрался, сейчас я еще не... Спорю, меня не накосячил. Надо было спорить, кстати, типа... Специально это, типа, называется байт. Сейчас 10 игр подряд косячишь, когда я поспорю, ты сделаешь все идеально. Ладно. Фуриончик, 6 уровень, получил ультимейт. Сейчас можно пробовать ворваться на топе на саппортов, потому что тут у ребят хп очень мало, 511 аппарата второго уровня. Если пролетит ульт Фуриона через нижний лайн, то ему откусит большую часть хп. Поэтому можно попробовать. Опен ваунс. Должен прилетать ульт Фуриона. Дредд. Огромный проблем. Ну, где же? Да, вот ульт Фуриона. Минус дредд. Килл забирает лайфстиля. Прилетает сюда еще фуру. Должен закрывать аппараты. Есть у него спруты. Есть спруты. Проходит. Ну и без спрутов справляется. Лучше уйти отсюда, конечно. Бульдога уходит, не замерзнет. Пару тысячек лоди от вышки. Тут еще и Пак залетел с Дримкоилом. Это минус 3 в исполнении Alliance. Очень классная игра. Бэйн тем временем на ботноме стоит и получает уровень Эмбер. Пятого уровня. Связывает ЕГМ. Заслипал. Будет ли сейв ТП какой-то сюда? Нет, никого сейв ТП не будет. Бэйн. Нет. Ничего сделать не получится. Пак возвращается на лайн. Седьмого уровня уже. У него вообще все шоколадно. Рамка странный предмет. Вроде бы есть, а вроде бы нет. Саша с такой поговоркой и включает, и выключает. Нага сирена. Минус Бэйн. Все-таки подловили. Но здесь может погибнуть. Дредд, дредд. Еще тысячечка от Фуриона. Есть тысячечка от Фуриона. Погибает. И минус шачло. 5-1 на седьмой минуте в пользу Alliance. Ну, тут, конечно, жестят, жестят у нас. Alliance. Бульдог уже 1800 на руках. Сейчас появится Мидос на восьмой минуте. Что, в принципе, очень печально для команды Relax. Аппарат. Должен быть стан. Где же Вортекс на просветочку? А Вортекса нет. Есть Челентач и... Все. За вышку. Лода. Есть два сейв ТП. У аппарата сейчас будут проблемы. Дримкоил. Аппараты цепляют. Минус аппарат. Есть еще Open Wounds. Нет, Open Wounds нет. Маны не хватает. Хотя сейчас стики. Скоро можно будет съесть. Сеточка. Next. Инфест. Впака. Подходит к дредду. Будут ли стики. Ну, есть же стики. Скушай стики. Скушал стики. 5 маны не хватает на Open Wounds. Должен идти. Должен идти за счет числа. Третий уровень Open Wounds. Должен цеплять. Есть стан. Надо включать рейдж. Включает рейдж. Начинает драться с дредом. Будет ли подхил. От Дазла. Сажал стики. Снова жив. Цел. Лода. Тем временем Бейн на топе. Спокойненько стоит. Под вышечкой. Получает свой заветный 6 уровень. Чтобы появился. Финс Грипп. И спокойненько можно было цеплять. Он спрашивает. Может ты стримить начнешь? Мне Саша не дает. Принять целый день контрит. Что? Вышечка на ботами начинает просаживаться. 6-1. Девятая минута. Что по графикам? Около 3000 преимуществ у Allions. По золоту. По экспет. То же самое. Вышка на ботами может упасть на самом деле. Не знаю. Будут ли ее дефать? Прилетает сюда. Есть одно ТП. Дримкойл будет. Шачло. Будут ли цеплять? Улетает отсюда шачло. Ну и будет скорее сюда Найвышки. Нет. Не получается. Знает. Достается на Криппам. Дред. Может быть ведь Слип. Может прилететь Фурион. Летит Фурион. Прилетает Ультимейт. И брейнсапом забирают. Можно тут же вызвать трэнтов. Пробовать пропушить вышку. Который пол хп. А трэнты уже четвертого уровня. Да. Лайнс 7.1. Выходит вперед. Забрали конечно вышку. Сейчас релаксы. В принципе получили какой-то пуст по золоту. Но это ненадолго. Сейчас его мгновенно отыграют. А лайнсы. И при этом вышку еще может забрать какой-то герой. Не стал рисковать Фурион. Хотя. Че тут не рисковать. Вышки 80 хп. Драгонайт. Грызается. Надо скушать стики. Нет. Вешает имфибол. Чтобы не получилось у ДК добить вышку. Есть 2 сейф тп. Но вышку все же добьют. Проблема у ЕГМа. ЕГМ. Сеточка. Затыкали. Минус аппарат. Залетает сюда Фурион. Есть Вижен. Ну и досвидос. Тут же размин аппарата на Бэйна. Долайнс очень мобильный за счет пака. У пака кстати через 1000 появится даггер. Ну и начинают ронять вторую вышку. Там правда сгнали наверное. Драгонайт сгнали вышку. Пытаются Т1 еще уронить. Там много крипов. Бэйн. Бэйн сейчас немного может загулять. Фурион снес вышку в медле. Будут ли сейф тп. Пока сейф тп нет. А вышка то просела плотненько кстати. Тем временем на ботами. Шачло. Базилка, сапог. Больше ничего. Что есть у лоды? Лоды Брейсер 1200 на руках. Ну паку не хватало ринжа конечно запрыгнуть. Бэйн. Есть Финскрип. Ну что будет ульт Фуриона. Будут ли залетать. У Фуриона есть ультимейт. Появляется жадоу амулет. Штоп лейда буквально 1300. Вышка что будет отдавать? Да отдают вышку. Пытался знать ее ЕГЭМ. Но не пошло. Конечно тычка неплохая. Но летит очень долго. Ну что. Лайнс немного сбавили обороты на самом деле по киллам. Очень даже сбавили. Найкс продолжает фармить. Ему летят наверное барабаны. Кого-то тут находят. Находят здесь Шачло. Ну Шачло отсюда уйдет. А вот аппарат отсюда не уйдет. Да. Фин с гриппом забирает его Бэйн. Не знаю почему так перебыковал. Немного 285. Подхил от Дазла. Ну и. Будут ли кого-то цеплять. Никого не будут цеплять. Фурион отправляется на пот. Он тут же тренты и начинает ронять вышку. Один тренд пошел отводить грипов. Чтобы спокойненько лайн пушить. И вышка судя по всему упадет с первого захода. Но его пытается разменять на мидл. На ботуме уже упал. Забирает опять его Фурион. Пак. Будет ли делать тп в мидл? Делать тп в мидл. Дайгера нет. Но совсем скоро будет. Пытается цепануть. Драгнайт. Проблема. Сеточка. Ну вот. Сеточка очень сильно контрит. Даже в рейнже. Так. Слип. Дазл. Армор. Пак запрыгивает. Есть дримкоил. Хотя бы на губы цепануть. Ну хотя бы кого-нибудь. Что тут кстати происходит? Бэйн гоняет виномансера. У виномансера нет тп аута. Скорее всего у него конечное. Я бы назвал это так. Эмбер прыгнул в мид. Что неужели виномансера отсюда выпустят? Лол. Даже не контролит. Думает что сделал тп аут. Но веник просто стоит. Просто стоит в кустах. И тут уползает. Спокойненько уползает. Вижена здесь у аллайнсов нет. Это печально. Финсгрипом. Цепляют шачло. Под хил. И минус шачло. 10-2. 15-ая минута. Ну а преимущество кстати по прежнему 3000. Пак. Запрыгивает. Виномансер уходит не в ту сторону. Вот если бы это был поворот не туда. То цепанул бы. Что 15-ый минут игры. 10-2. Аллайнс впереди. Ну ничего удивительного. Они конечно были фаворитами этой игры. смотрим. Пока по золоту не такое тотальное преимущество. Сфу готов. Думаю сфу уже с даггером. Да. Есть даггер. Может спокойненько врываться. Эмбер отлетает. Даззл. Может дать ультимейт. Опытка цепануть Даззла. Рейдж. Пошел вгрызаться. Найкс. Опен ваунс. Шачло. Грызет. Еще тычка. Даззл сбрилили. Ультаппарат взлетает. Падает по бейну. Здесь фурион. Где фурион? Куда он делся? Фурион тут. Отличный дримкойл по троим. Просто здесь начинают бансовать. Карусель. Карусель. Это радость моя. Правда лайн здесь разваливается на самом деле. Фурион. Наваливает. Неплохо. Виномансер выживает. Урной подхилили. Пытается уйти фурион. Ставится в вортекс. Минус 3. Уже исполнили релакс. Неужели догонит чей фурион? И есть пак. Фурион. Урна. Надо сделать пичку. Фурион отваливается. Отсюда может уйти. Испо. Испо тоже отваливается. Это минус 5. В исполнении релакс. Не потеряли они ни одного игрока. Со счета 10-2. Камбэкаются в 10-7. И это очень крутая драка была. Они потеряли это 2. Тут я не спорю. Но они не потеряли ни одного игрока. Не собрали сейчас урожай экспы и золото. И надо возвращаться в игру. Просто возвращаться в игру. Подсобирать нужные айтемы. Которые дадут небольшой бонус. Тут пишут, что тренды некрасивые. Да нормальные тренды. Не, у меня красивее, конечно. Они злые такие. Посмотрите им в лицо. Вот она. Жизнь тренда. Ну что, будет у нас где-то стычка? Или не будет у нас где-то стычка? А Лайнс, я думаю, сейчас немного осадились. Прекрасно понимая, что не получится на ранней стадии его сейчас игру закончить. Надо поэтому что-то попридумывать. Что попридумывать? Надо добирать артефакты. Фурион начинает собирать арчит, я так понимаю. Появляется квартстав. Есть один сторень, есть вторая ульта. На иншентов. Да, уходят в фарм. Уходят в фарм Алайнсы. Лода фармит мидл. Есть Медаси, Горбов и Ном, Фейзы, Барабаны. Решили, что типа не получается выиграть игру сейчас. Выиграем через 30 минут, когда Найкс переформит. Ну и в Смаке. Пытаются кого-то найти, чтобы цепануть финс гриппом. Но тут вряд ли кого-то получится найти. Если только до Драгон Найта успеют добраться. Хотя у него Шадоу Блейд и ТП Аут. Я думаю, здесь особо времени не будет. Прекрасно понимаешь, что к нему могут и выдвинуться. О, тёть-тёть-тёть-тёть-тёть. О, тёть-тёть-тёть-тёть-тёть. Ну. Запрыгнул Пак. Ну и Драгон Найта отсюда, наверное, лучше уйти. Пчает форму. Выходит на Пака. Так это Байт. Лол. Летит ракеткой сюда. А нет, это ультаппарата. У Пака огромные проблемы. Ой, как здорово. Ой, как здорово. Должен быть Грейв. Есть Грейв. Правда, подхилить не получится. Эсфо здесь всё равно погибает. Нет, ушёл в шифт. Ну и сдох в этом шифте. Ну, размен Пака на Драгон Найта. В принципе, мидера на мидера. Поэтому всё ровненько. Па-па-пам. Па-па-пам. Дазл седьмого уровня. Брейсер укрепляется много в ХП. Драгон Найта. Драгон Найта. Лода. 1700. Я так подозреваю, что сейчас будет собираться какая-то Сия. Его стандартный айтем. Башер, Сия. Все дела. Иллюзии Найги пытаются вард поломать. Не дают ей этого сделать. Прекратили эту вакханалию. Ну и что? Ancient Operation. Потихонечку движется к аганиму. До 11 уровня, правда, ещё потеть и потеть. Но вот аганим он может заиметь через полторы тысячи. Пак 11 уровень Dream Coil. Готов ворваться, если что. Нет, не получилось у него немного ворваться. Вовремя ретировался отсюда шачло. Ну и пак продолжает фармить. У меня подушечка с кресла слетела. Это кара небесная. Ладно. Возвращаемся в игру. Что здесь на Х? 2400. Что будет собирать, непонятно уже. 2600. Ну, на самом деле, да. Вот тут правильно сказали, что релаксы выиграли эту драку, потому что имперцы... Ой, извините, имперцы. А лайнсы на расслабоне уже готовы были заходить на хайграунд. А тут им немного булки поднапрягли. Ну и сейчас ребята поформят минут 10-15. Это мою шторм лайфстилера. Ой-ой-ой, интересный поворот событий. Ну что, в медлее, в смоке. Готовы цеплять. Будут ли цеплять пака? Нет, не стали цеплять пака. Начинают обходить. Что за задумка есть теперь? Забайтить. Забайтить на Эмбера. И сейчас у СФО будут проблемы. Видит его. Пак пытается заивейдить. Сеточка. Навесили ему армор. Дазл тоже может отсюда не уйти. Очень много дэмэджа. Прилетел ультфуриона. Тут же Грейв на себя. Ну, я так понимаю, вписываться никто не будет. Ультаппарат прилетел. Минус дазл. Минус 2 в исполнении релакса. Пытается спануть Бэйна. Получает стан. Байбэк от пака. ЕГМ. Заслипался. Надо брейнсапиться. Слип от Наги. Грызет. Найкс, Найкс. Еще тысячечка. Выживает Нага. Выживает на 27 кп. Тут же получает турну. Пошел сюда Пак. Пак достать не может. Получает гель. Ну и что? Онлайнцы пока сделали минус 2. И заставили сделать байбэк. Спруты закрывают. Но Виноманца растет уже не уходит. Килл оставляют Лоди. Нет, Пак все-таки за ласт хитил. Но все это время шоу число фармит. Потихонечку, потихонечку свое батл фьюри пытается увести. Тут всю жизнь думали, что я факер. Провал. Саша, это ты на меня так плохо влияешь. Факер с рамками стримит. Это ты мне рамку включил, все думают, что я факер. Ну, Пак 1400. Лода. Ой-ой-ой. Его чуть не угробил тут ультом аппарата. Руна дабл дэмэджа. Забирает ее Драгон Найт в боттл. И можно попробовать подраться. Кстати, у него появляется Огрклаб. Полторы тысячи на руках есть. Совсем скоро, возможно, будет БКБ. Что по графикам? По графикам онлайнцы выигрывают чуть более 4000 по золоту. По XP пятихаточка. По XP вообще не алло. Ну, здесь Фурион забрал Веномансера опять. Ну, вот Венник, конечно, фидонит. Единственный, кто в последнее время умирает с командой Alliance. На бот именно Дазау на развороте в Шачло. Заставил его улететь отсюда. Ну, и смотрим. Драгон Найт пытается дофармить на свое БКБ. Будет ли врыв? В связи с тем, врыва никого не будет. Па-па-пам, па-па-пам. Ага, минус Шачло. Все-таки нашли. А где нашли? Ну, покажи мне. На ботами. Найк с... С Фурионом, что ли? Да, видно откат Шадоублейда, откат Орхида. Да, Орчид очень сильно запирает Эмбер Спирита. Становится герой абсолютно бесполезным. Уже это говорил тысячу раз. И сам в пабе, как вижу этого героя, тут же начинаю собирать Орчид. Есть Финс Грипп. Можно пробовать найти. Видит Веномонтера. Ну, а дальше что? Сайланс, Финс Грипп. Веномонтер минус. Пак, еще и Панаги проехался. Тут Слип пытается засейвить. Ульт-аппарат сюда летит. Отжимают. Даззл. Повесил армор. Подхилл не будет работать. Залетает сюда Фурион. Дримкоил по-троим. Неплохой. Начинает Фурион. Разваливает здесь лоды. Очень много дэмэджа залетает. Драгонайт тоже отваливается. Байбэк от... Веномонтера дропается гем. Шачло. Полетел. В кого? Тут 3 в 3 драконса. Нет, 3 в 4, извините. Лода еще жив. Потеряли всех, кроме Пака и Найкса. Ну и проблемы. Пак тоже взрывается. Ты минус 4. И Найкса, судя по всему, тоже не попустят. Опен ваунс начинает грызаться. Ну и сейчас должен наказывать его Шачло. Или бежать от него просто. Найксу все равно походу кого бить. Это минус 5 от Релакс. Очередные минус 5. Они потеряли троих или четверых. Байбэк был у Веномонтера, если я не ошибаюсь. Сейчас посмотрим по байбэкам. Да, байбэкался в Веномонтер. Ну, всего один. Один саппорт вернулся в игру. Это не так много. А Лайнс же потеряли опять снова всю свою команду. Ну что? Драгон Найт. 2000 на руках. Бульдог. Баттл Фьюри появляется у Эмбер Спирита. Бульдог хотел на кого-то выйти в миде, но там рядом был Эмбер. Понимал он, что он тут с Архидом и Шлоблэйдом мало что может набарагозить. Был бы какой-нибудь Хекс, может быть, и разрулил бы. Ну что, на топе вышка может упасть? И тут дефать. Релаксы провязали в Фортификейшн. Сейчас будет драка. В Шадоублэйде. Не достает огнюшкой. Ну, вышку вроде как от дефали. Что? А Лайнс будут отходить? Это будет знак того, что они уже боятся сейчас драться. Веник за Альянс нельзя так фидонить. Да. Пак. Будет ли впрыгивать? Постоянно ему сбивают тут даггер. Не получается синициировать. Поэтому просто стоит. Что у Наги? И отходят. Отходят Альянс. Не смогли зайти на эту Т2. Фурион улетает на ботом. Там много крипов. Можно пофармить. Что у него будет появляться? Дезолятор? Или же это будет БКБ? 1600 на руках есть. Есть 16 уровень. Пишут что-то звук у ДТ2 ТВ. Звук у ДТ2 ТВ есть. Вижу, что загорается облачко, поэтому все нормально должно быть. Ну, у Фуриона в кармане уже 2200. БКБ наконец-то появляется у Драгон Найта. Долго он к нему шел. Даггер приобретает себе ЕГМ. Ну и посмотрим, к чему это приведет. Должна быть инициация от Бэйна теперь. Не только от Пака. Мюльнир добирает себе Лайфстиллер. Тор спустился с гор. Ну и на поисках, на поисках снова. ДК в инвизе. Вряд ли он здесь встроится на трех человек. Тяжеловато будет. Еще не настолько отфарменный. Залез Фуриона на Икс и готов врываться. На Рошане. Находится команда Релакс. Фармит ДК. Подтягивается на Шачло. Нужно чем-то прочекать. Хотя бы Трентом. Либо Лизори Орб одну кинуть. Кидается Арба. Оп. Зачекали. Понимают, что на Рошанах. Сигналят. Ну, ребятушки, давайте как-нибудь там что-нибудь сделаем. Или отдаем Рошана. Ну что, еще одна Лизори. Да, еще одна Лизори Орб. И вот теперь, наверное, можно впрыгивать. Да, Зоу минус армор. И все разлетаются. Все разлетаются. Аршану Линку сбили. Будут ли бить дальше? У Пака сейчас будут проблемы. Получает стан. Ульт-аппарата. СФО. Не успели подхилить. Минус. Пытаются спануть Бейна. Залетает сюда Фурион. Тут же Слип. Фурион в БКБ. С Найксом начинают наваливать. Есть ли опенваунс? Опенваунс и нет. Засыпает. Под песенку Трента. Подхил. Минус Драгон Найт. Шачь Слоу пытается улететь. Ну, улетит. Но Найкс, Рошану, скорее всего, заберет. Грызут где-то Бейна. Бейн еле живой. Не знаю, почему не переключается на него. Падает Рошан. Лайфстиллер забирает Аегис. Ну и что? Две четыреста Егис Мюрнир. Будет ли попытка зайти на хайграунд? Фурион. Прилетает на топ. Очень сильный атак спид. Абсолютно все айтемы, кроме БКБ и Физов, дают очень неплохой атак спид. Поэтому все отлично. Падает вышка на топе. Фурион три тысячи. Башер появляется у Найкса. Который, наверное, в скором времени превратится в Абузал. Ну что, двадцать шестнадцать. Не такое уж сильное преимущество. Правда, по золоту Алайнс выиграет более десяти тысяч. По экспе пять с небольшим. Стан. Армор дали. Эмбер. Виномансер отваливается. Отвалился Виномансер. Ульт-аппарата попадает по Найксу. Нужно его как-то подсевить, илиначе сейчас Найкс погибнет. Повесили Грейв. А поможет Ли? Да, подхилил Даззл. Все нормально. Драгонайт тем временем забирает Бэйна. Вот один остался на это время. Пак. Откидывается. Ну а толку? Фурион закрывает спруты. Запрыгивает Пак. Начинает расстреливать. Минус аппарат. Опен Ваунс. Вгрызаются. БКБ. Сбрилили С4. Эмбер Спирит пролетел. Лода стоит в сетке. Лода что будет делать? Пока ничего. Как грызется? Дропает Аегис. Остается Аегиса. Опять стан. Опять грызут. Будет ли сеточка? Есть сеточка. Лода включает рейдж и погибает. Очевидная смерть от Лоды. Которая, кстати, по счету 3-3-10. Ой-ой-ой. Ну что, Фуриончик. 4-500. Ну что, Фуриончик. Фуриончик должен собрать какой-то айтем. Дорогие друзья, сейчас может быть немного хрипа, потому что надо поменять батарейки в гарнитурах. Все, больше хрипа не должно быть. Я надеюсь, мне чуть-чуть уши не вырвало тут. Надеюсь, вам не, не вырвало. Ну что, пак. Даггер. Ультимейт Орб. Потихонечку идет в фиксу. Игра у нас достаточно сильно затягивается. 34-я минута уже. 10 тысяч с лишним преимуществом Альинс. А по экспе скостилось с 7,5 до 5. Очень такое шаткое все становится. Фурион с Найксом внутри. 5-400. Привозит его на фарм. Зато не пешком. Ну и что, будут цеплять Левмидли. Эмбер Спирит. Идет во вторую Баттл Фьюри. Одна уже есть, есть Аквилла, и до второй остается буквально-таки гроши. Да еда у с одним кликом покупает себе Фурион. Ну вот единственное, чем я напрягаю, то что Фурион на Бульдоге, наверное, не попустит. Этот пацан такие игры отпускать не будет. Он знает, что делать в таких ситуациях. Пак. Ну что-то онлайн сместились очень сильно в свои леса. Формят эншентов, формят всех подряд крипов. Пушить у них, по-моему, уже такого желания сильного нет. Драгон Найт здесь потихонечку выходит в кирасу. Есть плейтмейл, полторы тысячи на руках. Имбер Спирит тоже зажались на базе. Но это, наверное, развод, что якобы мы в смоке, на самом деле мы фармим, и большая часть команды Релакс находится у себя на хайграунде, боясь, что их где-то подцепят. Ну а теперь... Нет, теперь так же не в смоке, никуда не ползут. Найк тут, кстати, дообузал еще потеть и потеть. Вот на ботами. Драгон Найт уходит в Шадоу Блейд. И начинает фармить. Вот сейчас его могут подцепить. Тут же Бейн должен запрыгивать с даггера и цеплять финс гриппом. Хотя нет, 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 там не один. Нет, никуда не будут запрыгивать. Тут же Фурион улетает на топ и продолжает формировать крипов. Очень мало артефактов у Фуриона, поэтому нужно еще. Так. Мои уши только что изнасиловали. Мои тоже, дорогие друзья. Это было обоюдное насилование ушей. Ничьи уши не остались целы. Поэтому как-то так. Нетворс на данный момент выглядит так. Фурион 21734, Найкс 15 тысяч. Следом идет Драгон Найт 12 кусков 600, 11900 у Эмбер Спирита, 10 тысяч у Виномансера. Ну и игра переходит дальше в фарм. 37-я минута. Лайнс потихонечку, медленно, но уверенно увеличивает свое преимущество. Ну и вот смог. Смог от релаксов. Попытка кого-то найти, цепануть, может двоих-троих убить. Получится ли? Ой-ой, молния залетела наверх. Тут же сигналят, да, мол, тут кто-то есть. Очень-очень здорово, конечно, фортануло сейчас лоди. Потому что буквально с первой тычки Майюльнир сработал и отправил предпосылочку небольшую на хайграунд. Ну и что, фуриончик. Две двести. У Хекс должен появляться, по сути, next item. Правда, вместо чего? Ну, вместо Мидаса, наверное. Хекс появляется у Пака. Есть один дизейбл. Что тут у Эмбер? У Эмбера есть два Battle of Fury. Нет БКБ. Вот это может быть проблемой. Потому что его и за архидят, и за Хексят, и что угодно с ним могут сделать. БКБ 8-секундный у Драгонайта. В принципе, на файт может и хватить. Ну и что? В Смаке. Выход в миддл. Будут цеплять аппарата. Или не будут? Залетает фурион. Прыгнули. Должны забирать без финсгриппа. Аппарат должен отваливаться так. Здесь фурион. Архид. Шачло. Огромные проблемы. Будет ли Хекс? Хекса пока нет. Шачло грызут. Но он здесь погибает. Ульт фуриона пролетел. В БКБ стоит. Надо отгрызаться. А это минус 3 у Алайнс. Адмирал Бульдог тоже отвалится. Слип от Наги. Уходит в гост Веномансер. Как же грамотно сейчас все. И просто будет. Сейчас сдует его огнюшечкой. Бульдог. Ту Виладж. И остается в живых один Найкс. Если конечно Нагас. Нет. Никто не толкнул Форстафлом. Была бы сеточка. Это был бы минус. Релаксы. Получает сейчас просто неимоверный шанс. Забрать парочку ТВРов. И перевернуть игру. Потому что действительно они выглядят сейчас гораздо сильнее. Ой-ой-ой. Ну и заход на Т2. Фуриона не будет 60 секунд. Байбэк у него есть. Будет ли он его делать вопрос? Отходит. Да нет. No way. Вышка на боттами упала. Силами крипов. Появляется Рошан. Вот возможно его стоит забрать. Если ДК сейчас забирает дабл дэмэдж. То это очень даже неплохо. Ту-ту-ру-ту-ту-ту. Алибарда появляется. У Нага Сирена. И теперь он сможет еще и затыкать. Либо Фуриона, либо Найкса. Это отцеленость тьму дэмэджа. Эмбер отлетает. Но спалил всю эту движуху Пепси. Драгон Найт. Совсем скоро будет форма. Ну и заход на Рошана. Летает сюда Фурион. Ну будет драка. У Дреда правда до слипа 20 секунд. Ультаппарата. Залетел. Аппарат наверное с агонимом. Да, 18 секунд. Надо отсюда разбегаться. Лода. ДК. Забегает. Лода начинает вгрызаться. Надо мансить. Бульдога. Грызть. Дредд. Еле живой. Будет скоро слип. Добивает Бульдога. Бульдога не будет 86. Ну и это печально. Это минус 3 уау-лайн. Размерили на одного вина монстра. Пытаются догнать Пака. Ну и привязочка. Есть привязочка. Пак. Шачло. Получает Хекс. Фурион делает байбэк. Прилетает сюда. Что же тут начинается? Драгонайт. Сеточка. Рейдж весь на Икса пройдет. Залетает ультаппарата. Минус на Икс. Лода. Огромные проблемы. Лодос грызли. Грызается в Бульдогу. Висит на нем Алибарда. Никуда он отсюда не уйдет от дракона. Он сделал байбэк. Неужели нет просветки? Лол. Ну как же так? Тут есть гем у Наги. Но почему-то не пошли. Можно было даже проюзать слип. Догнать его. Кинуть сетку и убить. Так. В инвизе. Могут цепануть. Нет. Не получилось цепануть. Какие же жуткие драки. Сколько количества байбэков. Попытка цепануть ДК. Есть Хекс. С4 тут. Фурион залетает. Тут же слип от Наги. Наги сгрызет в рейджи. Сейчас рейдж кончится. Сетку получает. Надо сбрить Бульдога. Нет. Просто делает тэп аут. Ультаппарата. Закрывает Бульдог. Прожимает БКБ. Ну и улетает. Нарошана. Снова Нарошана. Да. Релаксы играют неимоверно круто. Они вышли вперед по киллам. 27.6. Но А Лайн сыграют не хуже. Действительно не хуже. Очень классная командная игра. Байбэки своевременные. Каждый реализуется насколько может. Ну и 10 тысяч по золоту преимущество. Релакс. 2.5 тысячи по ХП. Па-ра-па-па-пам. Ну что. Выход. Выход. И будут пытаться цеплять. На монстр конечно не главный. Цель здесь. Нужно чтобы кто-то покрупнее подставился. Под Даггер Хекс и так далее. Ну и что. Сейчас буду Релакс отвоевывать. Свой хайграунд. ДК пытается тут что-то доформить. Есть у него ТП. Может прилетать. Неужели будет отдавать Тавр? Ну вряд. Вряд ли будет отдавать Тавр. Ульт аппарата пошел. Залетает по двоим. Пак не успел заивейдить. Пак. Ну и что. Кого сгрызают? Дримкоил. Виномансы расцепанули. Должна быть сеточка. Есть сеточка. Очень классно поймали. Тавр бьет. Надо убивать. Надо убивать СФО. Куда идут? Драгонайт. БКБ нету. Кончилось. Виномансы расхистовался. Бульдог включает БКБ. Начинает наваливать. Госпроюзов. Виномансы пытается спастись. Минус аппарат. Аппарата потеряли. Встается Аегис и Лода. А, тут точно тут же еще Аегис. Вот почему Лода так боковала. Я немного упустил этот момент. Ну а Лайнс очень хорошо подрали. Сейчас будут отхиливаться. Урны. Дазлы. Все что можно. Брейнсапы сейчас кинется. И все нормально будет. Заход на хайграунд. Шачло. Пролетел. Стан. Егема. Карают. Есть Грейв. Должен быть под хил. Инфибал. По Дреду. Пролетело. Дред кастует слип. Ну а что? В БКБ никого нет. Виномансы. Есть ли ультимейт? Ультимейта нет. Здесь 15 секунд будет. ДК. ДК может сейчас погибнуть. Долго. Он очень дрался с Лодой. Но Лода тоже может умирать. Лода умирает. Проблема у Шачло. Шачло под арчидом. Тоже отваливается. С4. Тут же байбэк. Второй байбэк. Надо улетать отсюда. Паку. Пак скопытился. Ой-ой-ой-ой-ой. Что происходит? Это просто конвейер гейминг. Пытается отсюда уйти Фурион. Фурион уходит на БКБ и ТП Ауте. Это жуть. Ну что, надо идти. Надо идти. На Икса не будет 2,5... Ну, точнее, Наикса не будет минуты. У байбэка у него нет 2,5 минуты. Надо идти пытаться сносить. Правда, сейчас проигранная драка после байбэков. Это проигранная игра. Начинают фармить Т2. Подошли крипы. Виктор Протекшн отключается. Что у Пака с байбэком? У Пака есть байбэк. Заходят под формой и начинают карать. Ну, тут не проблема уже, тренты на самом деле. Они идут переостановить крипов, конечно, это понятно, но... Я думаю, это никак не напрягает релакс. Есть Фортификейшн. Ну, и барак. Снайд бить барак. Регеница подходит крипы. Иллюзии Наги все стругают. Ну, Фурион сейчас отводит. Отводит. Не получилось у релаксов сломать барак. Забрали только тавр. Хотя, может, на развороте тут будут. В инвизи. ДК. Может быть, сныкаются и пытаются удивить. Нет, судя всему, отходят. Отходят релаксы. Папа-ра-па-па-пам. Ну, что, пак. Хекс, 2200. Пятидесятые минуты игры. Перефарм, 12000 у а-лайнс по деньгам, 5000 по XP. В драках этого совсем не видно. Лайфсиллер где-то забирает Эмбер Спирита. Я не знаю, что он тут делал на эншентах, но Эмбер погибает. И ребята, понятное дело, пойдут на хайграунд. У Эмбера не будет байбека 3 минуты с лишним. Его самого не будет полторы. Драться без Эмбера сейчас будет неимоверно трудно. Нужно, чтобы аппарат попал очень грамотным ультимейтом. Ну и что, аппарат должен попасть по всем. Геноманстр тоже должен попасть по всем. Падает первый барак. Они не выдержат минуту, тут надо драться. Падает еще один барак. У Драгонайта скоро будет форма. Ребята пойдут просто на топ, где уже вовсю орудует Фурион и пытаются снести тавер. Фрортификейшна нет. Начинает падать тавер. Неужели релаксы будут и его отдавать просто так? Стан. Лода. Залетает ультаппарата. Очень неплохо. Лода. Повесили Грейв. Слип от Наги. Ну же Лода. Лоду сгрызли. Отлично. Бульдог пытается уйти. Уходит в инвиз. Дредд должен цеплять хоть чем-нибудь. Но здесь никто не должен уходить. Должны всех цеплять. Минус дазл. Никуда он отсюда не денет. Цепанул его ДК. Пытается подхилить. ЕГМ тоже погибает. Это минус 5 в исполнении релакс. Надо сейчас просто врываться. Потому что Эмбер Спирит рестнется буквально через 10 секунд. Байбэк сразу же делает пак. Только зачем? Ну хотя быстрее 5 минут начнут откатываться. Это точно правильно. Потому что... Возможно это не последний его байбэк за эту игру. Ну и Драгон Найт. 3 800 на руках. Эмбер фармит уже ботом. 1200. Но тут понятное дело, что никто ничего покупать не будет. Все оставляют все на байбэке. Для ДК эти крипы не проблема. Правда вот сейчас кончается форма. Стало немного похуже. Фуриону не будет 60 секунд. На экса 35. Нужно идти и пытаться сносить мид. Надо хотя бы уравнять стороны. Ну и что, фармит. Драгон Найт 4 100. Эмбер 1600. Нужны криты какие-нибудь. Виноманца тут уже втарены просто до нельзя. У него 4 300 на руках. У него есть гост. У него есть аганим. Он собирает, я так понимаю, какой-то хекс. Который очень даже не помешает команде. Ну что, не будет Фуриона. Надо пытаться без него забрать барак. Слип. Хоть какой-нибудь барак. Нага Илюзимы начинает бить. Бьют разные бараки абсолютно. ДК пытался заковырять милишные. Остальные били рейнджовые. И в итоге не заковыряли ни один. Ну и что, пойдут ли Аллайнс? Аллайнс должны идти. Аллайнс пойдут сносить топ. У них сейчас еще будет КД байбеков. Хотя у Драгон Найта тоже КД байбека. Совсем скоро, через 28 секунд, он сможет снова выкупаться. Ну и смотрим дальше. Тем временем у нас уже 40 тысяч на стриме. Привет, дорогие друзья. Я бы на такую катку тоже лучше посмотрел, чем комментировал. Лютые качели. 50 минут. Кстати, преимущество Аллайнс 14 тысяч за последние 13 минут спустилось до 8 тысяч. То есть релаксы потихонечку денежку отыгрывают. По экспе уже выигрывают релакс около 5 кусков. Ой-ой-ой-ой. Неужели это будут камбэки качели года? Да где же мой волокордин просто? Да, что там у Наги, кстати? Будет ли что-то появляться? 2 900 есть на руках. Надо что-то приобретать. Может быть тоже Хекс. Может... Не, ну Радик... Хотя Радик, в принципе, можно. На любой минуте отпушивать лайн и держать подпушенными со всех сторон не помешает. Ну и смотрим дальше. Кажется, немного залетел далеко сейчас Dragon Knight. Лучше так не попадаться, потому что фурион прилетит, закроет. Прогрызаться тут нечем, кроме тэпа аута. Спалили. Тернты, конечно, тут недолго живут. Конечно, у Аллайнс преимущество. Лайн 1 всегда пушится. Есть фурион, который может прилетать на любой лайн и подпушивать все точечки, крипов и так далее, собирать. Ну и смотрим дальше. Dragon Knight. 3000. Появляется Кристаллис. Нужен, конечно, доедалус. Кристаллиса мало здесь уже. Но он прекрасно понимает, что нужно оставлять на байбэк. Совсем скоро появляется Рошан. Буквально секунд, наверное, через 15. А Лайнс идут по топу. Сейчас у Релаксов будет выбор либо Рошан, либо сторона. Я думаю, их такое не устраивает. Мидос должен продаваться, должен покупаться Хекс. Нет, покупается Ривер. Это Сатаник для Адмирал Бульдога. Воу-воу-воу, полегче. Это не очень хорошо. У него стало 2300 хп, и убить его будет достаточно трудно. Ну что, заход будет на хайграунд. Релаксы готовы дефать. Есть лип у Наги. Есть ульт-аппарата. 16 уровня, кстати, он апнулся с последней драки. И сейчас будет очень больно залетать. Отходят. Отходят Алайнс. Подпушили лайн. Не хотят заходить на хайграунд. Прекрасно понимаешь, что сейчас драка вот эта может стать одной из последних. Единственный их бонус в том, что все лайны подпушены. И у Релаксов не получится переключиться в быстрый пуш. Придется еще добираться до базы. Пытается догнать здесь Драгонайт. Не получилось. Надо забирать Рошана. Смог от Бейна. Команда Лайнс уходит к себе на хайграунд. Фуреон прилетает на топ. 54-й минуты игры. Ну и что? Должен падать Рошан. Здесь стоит тренд. Алайнсы будут заходить. Рисует план Капкан. Бейн с даггером. 15-й уровень. Еще пока не третий. Финс грипп. Начинают бить Рошана. У Драгонайта есть и БКБ и форма. Нельзя отдать аппарата. Видят. Дазл. Повесил ультимейт. Сейчас будет тьма минус армора просто. Open Wounds. Цепляют Лоду. Лоду. Начинают наворачивать. Должен прилетать ульт-аппарата. Уже давно поран. Ну где же ульт-аппарата? Аппарата ульта нет. Лоду пытаются сгрызть. Висит Грейв. Проходит гель. Видит ульт-аппарата. Попадает по Бульдогу. У Бульдога проблемы. Прожимает БКБ. Должен нажимать Сатаник. Сейчас Сатаник ему тригенится. Слипну. Бульдог. Кончается БКБ. Стан. Тут же. В нем сидит Найкс. Найкс выполз. Его просто с плэшом забивает здесь. Ой, Юй. ДК пока живет. Живи, братюня. Нет. Байбэк от Фуриона. Фурион прилетает. Тут же Байбэк отпакает Найкса. Ой, что творится. ДК тоже сделал Байбэк. Летит на вышку. Здесь же Дредд. Дредд должен кидать сетку. ЕГМ. Отвалился. Сетка на Бульдога. БКБ больше нет. Сайланс. Пак запрыгнул. Пак. Решитит Дредда. Дредд. 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 Много времени надо. Ломали ворды. А Лайнс боятся зайти. Пак фуловый. Должен впрыгивать с даггера. Запрыгнул. Есть Сайланс. Хекс на шачло. На нем еще и орчит. Тут же цепляют Лоду. Лода. Проходит гель. Пака взорвали. Отличный ультимейт от аппарата. Лода не может регениться. Лоду сгрызают. Лода после Байбэка. 120 секунд его не будет. Бульдога сейчас тоже отправит таверну. Бульдог тоже сгорает. Нахрен. 120 секунд его не будет. Дредд должен идти сейчас заканчивать. Бьют Т4 крипы. Ой-ой-ой-ой-ой. Надо отбиваться. Надо хоть как-то отбиваться. В живых один Дазл с Бэйном. Они вряд ли тут что-то смогут противопоставить. Останавливает крипов. Шачло здесь. Он фуловый. Два бата фьюри. Сыр в кармане. 6300. Затаривайся, братюни. Кромса этих шведов. ДК после Байбэка. Умирать сейчас нельзя. Есть Нюаегис. Нужно идти и драться. Нужно сейчас просто переворачивать. Отыграли уже наверное все что можно. Да, до 6000 спустилось преимущество по золоту. По XP за десятку перевалил у релаксов. Отдают сыр. Отдают сыр Драгон Найту. Спарол. Вхомячего в одного просто. Есть Чуаегис. Крипов уничтожают просто мгновенно. Заходит. Заходит на хайграунд. Должен бить. Любой барак. Безразенний такой барак. Давай цепляй. Цепляй Бэйна. Появляется. У Бэйна есть Финтгрип. Байбэков там нет. Грызут первый барак. Первый упал. Минус одна сторона. На топе стоит Т2. Нужно сносить хотя ботом. Можно бить Т4. Действительно. Почему нет? Еще 50 секунд не будет Найкса. Фортификейшн есть. У Алайнс. Роняют вышку. Минус одна Т4. Ульт аппарата. Залетел. Бэй не сможет регениться. Броницап не спасет. Провизует фортификейшн. Еще 38 секунд не будет этих типов. И судя по всему релаксы все-таки донесут этот трон. Нафиг. Инфибу. Саппортов. Очень грамотно все делали. Нереальные ульты аппарата, которые решали очень многие исходы файтов. Не мог Аппоупенваунс регениться на Айкс. Не мог регениться Бульдог своим сатаником. Они просто стояли и огребали. Поздравляем дрыдуху, братуху с победой Алайнс с досадным поражением. Третьим, кстати, в этом сезоне Старладера. Ну, а у нас из-за того, что игра длилась час, перерыва между играми совсем не будет. Поэтому, ребята, мы просто прыгаем на рекламную паузу и возвращаемся в игру уже следующую. Последнюю на сегодняшний день. Это, по-моему, будет Клифф против Ахэта, если я не ошибаюсь. Никуда не расходитесь. С вами по-прежнему будет Год Хант. Это Старладер. Пять минут музыкальной паузы. В 2014 году Старладер ТВ представляет глобальную лигу по самой популярной игре всех времен и народов Дота 2. В девятом сезоне к традиционным сражениям лучших команд СНГ и Европы Старладер добавляет звездные серии в Китае, Южной Корее и Америке. В онлайн-части сильнейшие коллективы мира проведут 222 матча. Впервые в рамках гранд-финала встретятся не 4, а 8 команд. С 17 по 20 апреля в Киев-киберспорт-арене за финальный приз и титул чемпиона глобальной лиги сразятся 4 представителя дивизиона Европа-СНГ, 2 команды из Китая и по одной из Южной Кореи и Америки. Абсолютно все матчи лиги в Дота 2 ТВ для вас будут освещать комментаторы самых популярных студий SLTV и Beyond the Summit. Как и прежде, призовой фонд финала определят зрители лиги и фанаты команд. Стартовая сумма призового фонда – 80 тысяч долларов. Каждый купленный билет добавит в копилку призеров 2,5 доллара. Смотри матчи в Дота 2 ТВ на пяти языках. Поддержи любимый турнир и команды. Мы поддерживаем нас. Мы делаем отличный работа покупать тикеты. Мы хотим следить за нашим команде на Старладдере. Вы можете следить за моим команде через Старладдер, покупать Старладдер-тикеты в Дота 2. Если вы покупаете тикеты, то цена будет увеличена, поэтому деньги будет в моем доме. Впервые в подарок к билету ты получишь оригинальный сет налича и лоудинг-скрин с пиктограммой Старладдер ТВ. Напишем новую историю Дота 2 сцены вместе. А ты купил билеты на Старладдер? Покупай билет Черепаха.